Вопрос к полицейским. У вас было такое, что простой вызов из-за жалобы на шум оказался серьезным преступлением? К нам поступила жалоба на громкую музыку в небольшом поселке. Звонивший сказал, что на берегу реки, расположенной недалеко от главной дороги, проходит вечеринка. Было три или четыре звонка о том, что там был огромный костер и громкая музыка. Я и двое полицейских отправились по вызову. Ехать нам примерно 16 километров, так что мы едем быстро, но не нарушаем правила. Примерно за 4 километра до пункта назначения мы слышим по рации, что диспетчер отправляет скорую помощь из-за выстрелов в том же районе. И нам говорят, чтобы мы вызвали подкрепление. Через пару минут поступает звонок от нашего диспетчера с просьбой ускориться, так как стрельба идет из того же района, куда мы направляемся. Мы добираемся до места и видим, что на подъезде к реке скопилось около 15 машин. Люди выпрыгивают с пассажирских и задних сидений и убегают в ночь. Мы протискиваемся мимо верениц машин, подъезжаем к костру и опускаем винтовки. Один парень лежит на земле раненый, его девушка кричит и сидит рядом с ним. Там еще около 15 брошенных машин и люди бегут отовсюду. В итоге парень словил пулю 9 миллиметров над правым соском. Он выжил, но не стал говорить, кто в него стрелял. Он и его девушка заявили, что не знают никого на этой вечеринке, хотя понятно, что здесь они не могли оказаться случайно. Когда я учился в старших классах, мы устроили вечеринку в дуплексе одного парня. Да, это было круто. Никому из нас не было 21 года, но мы все были пьяны. Кто-то позвонил в полицию по поводу шума и громкой музыки на улице. Приехал коп, он был спокоен, просто сказал, чтобы мы зашли в дом. Одна из девушек попросила полицейского проверить соседей по дуплексу, потому что они слышали, как женщина ругалась с каким-то парнем. Примерно в это же время парень, пошатываясь, выходит из дуплекса с большим ножом, торчащим из груди. А за ним женщина с еще одним большим ножом в руке. Полицейский наводит пистолет на женщину и говорит ей, чтобы она опустила нож. Что она и сделала прямо между лопаток того чувака. Я был очень пьян и думал, что мне мерещится, но нет, все так и было. Моя история произошла, когда мне было лет 5-6, так что подробности для меня туманны. Это было в 90-х годах в городе Гранд Рапец, штат Мичиган, если вдруг кто-то тоже был свидетелем. Однажды ночью к нашему дому подошел парень и начал барабанить в дверь. Мой отец подошел и увидел крупного парня без рубашки, который выглядел так, как будто он бежал, спасаясь от смерти. Мой отец решил, что я, мои братья и сестры должны пойти в свои комнаты и впустил его, так как он был мокрый и на улице было холодно. Он сел на диван и я помню, как отец дал ему плед. Все, что он мог, это повторять снова и снова, спасибо, спасибо. Я видел игрушки в твоем дворе и знал, что ты мне поможешь. Мой отец решил, что парень в бреду и, возможно, пьян. И вызвал полицию, когда тот начал впадать в истерику. Он не хотел, чтобы соседи позвонили из-за шума, потому что могли подумать, что в нашем доме происходит драка. У нас был старый и очень любопытный сосед, который любил подавать жалобы на шум в нашем доме. В следующий момент мы с сестрой смотрим из окна нашей спальни на настоящее море патрульных машин. По всей улице. Оказалось, что парень убегал, спасая свою жизнь, а тот, от кого он убегал, уже убил его друга. И труп лежал в багажнике машины-убийцы. Я не сотрудник полиции, а бывший диспетчер. Однажды ночью к нам поступил звонок с жалобой на громкую музыку. Обычно офицеры полиции не выезжают на такие вызовы, особенно в напряженный вечер выходного дня. Но этот человек звонил, не переставая, создавая всем кучу проблем. Офицеру было скучно, поэтому он решил поехать в жилой комплекс. Он поехал один, без напарника. Примерно через 5-10 минут полицейский вызвал подкрепление, и я отправил ему людей. Ничего необычного. Я решила, что это просто большая вечеринка или что-то в этом роде, и ему нужна помощь, чтобы всех разогнать. Примерно через 30-45 минут он вызвал детектива. Это было очень необычно, так как детективы никогда не выезжают по жалобам на шум. Оказалось, что там была девочка 13-14 лет. Она была одна, потому что ее родители уехали на выходные и переписывалась с 30-летним парнем из города, расположенного в 2-3 часах езды. Поскольку родителей не было, он приехал, чтобы составить ей компанию. Когда полицейский приехал на вызов, он обнаружил, что они были вдвоем, а повсюду использованные контрацептивы. Парня посадили в тюрьму. Девочка отправилась в детский дом. Я полицейский. Однажды к нам поступила жалоба на громкий шум из квартиры сверху. Было около 3-х часов ночи, и звонивший сказал диспетчеру, что ему показалось, что сосед сверху двигает мебель и роняет вещи. Вполне справедливо, 3 часа ночи не время двигать мебель и беспокоить соседей. Приезжаю на место, дохожу до коридора, где находится квартира, и тут же слышу ссору и крики. Вызываю подкрепление. Прохожу по коридору и вижу, что дверь квартиры почти полностью разнесена в щепки. Я кричу, полиция, и захожу внутрь, поскольку мне кажется, что кому-то угрожает опасность. В квартире вижу девушку, все лицо разбито, кругом полный беспорядок. Девушка сказала, что она упала и ударилась. Говорит, что они только переехали, поэтому такой беспорядок. Сказала, якобы ее муж уехал по делам. На самом деле, он уже выбежал на пожарную лестницу, когда я вошел. Мы приняли ее объяснение, но все равно предъявили парню обвинение в домашнем насилии. Дело было закрыто, когда жена пришла в суд и продолжила свою историю. Я упала, и пол ударил меня по лицу 30 раз. Бывший полицейский, Новый Южный Уэльс, Австралия. Поехал на вызов в самую глушь нашего маленького сонного городка. Кто-то в 2 часа ночи орудовал бензопилой. В этом нет ничего такого, потому что владения у людей в наших краях очень большие. Но в этот раз это происходило рядом с другим домом, в гараже. Оказалось, что женщина гоняется за своим мужем, пытаясь отпилить ему шланг бензопилой. История из жизни моего отца полицейского. Он с напарником приехал на вызов по поводу жалобы на шум и возможное домашнее насилие. По адресу был жилой комплекс с огороженным двором. Когда они приехали, то увидели во дворе мужчину, который палил в воздух из пистолета. Мой отец вызвал сержанта в подкрепление. Когда тот приехал, он сказал отцу, чтобы тот обошел комплекс с другой стороны. Когда отец направился туда, сержант достал из машины дробовик. Наконец, мой отец на месте. Он смотрит через забор и слышит, как сержант говорит парню, чтобы тот опустил оружие. Отец на секунду отвернулся, и чувак должно быть направил на сержанта оружие, потому что он услышал только выстрел из дробовика. Левая рука парня была поднята вверх, а правая безжизненно болталась. Сержант отстрелил парню руку. Прошло 15 с лишним лет, и вот отец ведет меня в магазин за футбольными бутсами. Эй, сынок, видишь вон того парня? Парня с одной рукой? Да, это тот парень, в которого стрелял мой сержант. Он тоже покупал футбольные бутсы для своего маленького сына. Полиция была вызвана по жалобе на шум в многоквартирный дом, где я живу пару месяцев назад. Соседям надоел один сумасшедший, играющий на тромбоне в 5 утра. В ванной комнате нашли разложившийся труп его девушки. Оказалось, однажды он не смог найти свои очки, обвинил ее в краже и в том, что она правительственный шпион. Связал ее и избивал, пока у нее не остановилось сердце. Он засунул в труп жука-скоробея и попытался мумифицировать ее, завернув в ковры и полотенца. И просто оставил ее в ванной на несколько недель. Я жаловалась на шум, который становился все сильнее. Мы с женихом только переехали в город, в котором живем сейчас. Однажды ночью, с воскресенья на понедельник, мы проснулись от того, что на парковке прямо под нашей квартирой стояла машина. В ней невероятно громко играла самая ужасная поп-музыка начала нулевых и песня Gangsta's Paradise. Мы решили выйти и попросить их сделать потише, но обнаружили, что в машине наш сосед. Он отключился, прижавшись головой к рулю, а все двери заблокированы. Мы стучали в окно, но он не шелохнулся. Мы позвонили в 911, так как подумали, что с ним случилась беда. Когда приехали полицейские, мы вернулись в дом, но видели, что происходило дальше. В итоге они разбили окно на задние двери со стороны водителя, чтобы разблокировать двери и разбудить его. На просьбу предъявить документы он дал им кредитную карту. При обыске у него нашли пакетик с чем-то, и все стало еще серьезнее. Я до смерти перепугалась, когда через пару дней он постучал в нашу дверь. Думала, он знает, что это мы, но он просто принес нам почту. В общем, это было начало очень тяжкой жизни для этого парня. Он завел собаку, которую все время оставлял одну и которая постоянно лаяла. Затем он исчез на пару месяцев, возможно попал в тюрьму. Наконец, на его двери появилось уведомление о выселении, и в последний день аренды он приехал на грузовике и все вывез. Некоторое время мы жалели, что вызвали копов в ту ночь, но у парня были серьезные проблемы, которые рано или поздно привели бы его к неприятностям. Я полицейский из Австралии, приехал на жалобу о шуме. Меня встретили примерно сотня парней, которые тусили на вечеринке, так как родители хозяина дома уехали из города. Представьте себе белых пацанов, которые возомнили себя гангстерами. На них кепки Nike Dry Fit, кроссовки Nike Teens, поясные сумки. Они носят с собой ножи, знают всех байкеров и считают себя профессиональными бойцами ММА, потому что носят трусы тэп-аут. А еще говорят, как отсталые 12-летние дети. Мы приходим и говорим хозяину дома, чтобы он прекратил вечеринку, иначе его оштрафуют, потому что у нас было несколько жалоб от соседей по поводу шума. Он говорит, я постараюсь. Я говорю, не надо стараться, просто делай или получишь штраф. В общем, мы уходим, занимаемся другими делами и возвращаемся через час, потому что туда поехала другая бригада. Пока мы ехали, слышим, как полицейские срочно вызывают наряд. И тут появляется около 50 полицейских, включая ОМОН, и начинается веселье. Оказывается, хозяин-придурок выложил новость о вечеринке на Фейсбуке, а все его друзья рассказали своим друзьям. В итоге народу набралось человек 200 на небольшой дом с двумя спальнями. Пьяные пацаны решили разгромить дом, а затем попытаться подраться с копами. После этого они бродили по улицам в течение целых двух часов, создавая проблемы. Так что повеселились все, за исключением бедных соседей, которым пришлось иметь дело с компанией разгуливающих хулиганов. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!